Друзья, всем привет! Сегодня очень важное видео у нас на канале, потому что речь пойдет о покупке лекарств в Турции. Ни для кого не секрет, что в Турции медикаменты отличаются своим качеством, и поэтому многие туристы, да и все, кто приезжает в Турцию, стараются привезти оттуда какие-то лекарства. Сегодня я вам расскажу об этом более подробно на собственном опыте те лекарства, которые я покупала сама для своих друзей и близких. Также стоит отметить, что в Турции действительно очень жесткий контроль качества в области фармакологии со стороны государства. За подделки и фальсификацию медикаментов там грозит срок лишения свободы от 30 лет. Поэтому риск встретить фальсифицированный препарат крайне минимальный. В Российской Федерации за такое же деяние предусмотрено всего лишь около 2 миллионов рублей штрафа и срок лишения до 6 лет. Поэтому в Турции все-таки покупать лекарства надежнее и дешевле. Сейчас мы будем рассматривать те препараты, которые я покупала сама лично. Я консультировалась с фармацевтами в аптеке. Многие говорят на русском, на английском большинство. Поэтому в принципе проблем не должно возникнуть с пониманием. Итак, расскажу про препарат Кристор. Одноименный препарат можно встретить у нас в России. Применение это сердечно-сосудистые осложнения и также его применяют от давления, профилактика инсультов, инфарктов и так далее. Цена этой коробочки приблизительно около 420 рублей. Далее препарат Нозофикс. Вот так выглядит эта коробочка. Это капли в нос. Они применяются при сезонном и аллергическом рините. Далее Парол. Это парацетамол. Стоимость таких коробочек около 90 рублей за коробку. Применение это жаропонижающее, обезболивающее. Далее Брюфен. Некоторые коробочки мне немного помялись при транспортировке. Брюфен. Активное вещество это ибупрофен. Также применяют как жаропонижающее, обезболивающее. Стоимость Брюфена около 120 рублей примерно. Тоже зависит от миллиграмм. Препарат Переброн. Его применяют для выведения мокроты от кашля. Турецкое производство. В Турции также есть препараты, конечно же, импортные. Они дороже, но не дороже, чем у нас. В принципе, там либо дешевле, либо примерно такие же цены, если речь идёт о импортном препарате. Далее Клорабен. Это спрей в горло. Клорабен применяется от боли в горле. Ангина, фаренгит, заболевание полости рта. Далее Эндол. Эндол это обезболивающее. Его применяют как болеутоляющее, противовоспалительное, анальгизирующее средство. Колдэуэй. Его применяют от простуды, температуры, от гриппа, профилактика гриппа. Вермидон. Здесь активные вещества, а также парацетамол, кофеин от температуры, обезболивающее, болеутоляющее. И таблетки НАК. Тоже это таблетки болеутоляющие и жаропонижающие. Препарат Немилит. Активное вещество Немисулит. Его применяют как болеутоляющее, от зубной боли, от боли в спине. Я его применяла, когда у меня зуб болел. Очень эффективное. Также сделаю такую ремарку, что некоторые знакомые говорят, которые покупают в Турции лекарства. То, что турецкое лекарство выпьешь, там одну таблеточку помогает здесь, чтобы в России помогло то же самое лекарство с тем же активным веществом, нужно выпить там 2-3 таблетки. То есть это тоже говорит о высоком качестве препаратов в Турции. Есть те лекарства, которые я уже отдала, потому что их мне заказывали. Но я о них тоже упомяну. Это таблетки Артрил. В состав входит ибупрофен. Применяется от простуды, зубной боли, гриппа, головная боль. Препарат Кларитин. Применяется при рените, аллергических реакциях. Это антигистаминное. Далее Сильвердин. Крем. Бактерицидное, антибактериальное применение при ранах, ожогах, ссадинах. Препарат Верутол. Это от бородавок. Стоимость его примерно 230 рублей на наши деньги. Препарат Тирамозол. Это аналог нашего Тиразола. Это терапия щитовидной железы. Около 230 рублей также. Еще один препарат называется Конкор. Это аналог нашего российского Коронала. Конкор применяется при хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, гипертонии, болезни сердца. Препарат Тайлол Хот. Это порошок наподобие колдерекса, который применяют при симптомах гриппа и простудных заболеваниях. Также в Турции можно купить множество разных косметических средств. Одно из таких это популярная розовая вода, 100% гидролат розы. Его используют как тоник для лица. Сейчас я покажу, как это выглядит. Здесь объем примерно 200 мл. Если вы берете в аптеках турецких большими объемами, они вам могут предоставить скидку. Об этом тоже можно уточнять заранее. Не все аптеки, но некоторые идут на такие уступки. Про вывоз лекарств за границу. В принципе, никаких проблем возникнуть не должно. Все эти лекарства, которые я перечислила, они отпускаются без рецепта врача. Но обязательно смотрите, чтобы никаких запрещенных веществ в препаратах не было. Потому что когда мы приехали в Самару, нас таможня на границе немножко остановила. Они начали смотреть наше лекарство, потому что у нас были большие объемы. Но все в порядке. Все, что мы купили, то мы и привезли. Ничего не изъяли. В аптеках турецких можно найти множество целебных бальзамов, прополисов, косметических средств, кремов. Очень много здесь. Вот, ну я не знаю, это лишь 1-2% то, что я вам рассказала от того, что есть в ассортименте аптек. Лекарства, медицинские препараты в Турции, они, конечно же, на уровне, они качественные. Многие там покупают лекарства, привозят их в Россию. Но напомню, что данное видео носит исключительно ознакомительный характер. Все подробности уточняйте у специалистов. Друзья, наш канал еще молодой, и мы развиваемся, поэтому нам очень нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые интересные видео. В апреле мы собираемся записать видео про обзоры экскурсий в Турции, обзоры на отели, обзоры на рестораны. А также мы планируем записать эксклюзивные видео о Турции на такие темы, которых еще нету на просторах Ютуба. Поэтому следите за нами и подписывайтесь. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok